Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хороший выбор Оставим его Оставим Детские мыльницы Ну знаешь, за 800 рублей Ну и две штуки будет Вполне себе неплохо Она детская-детская Но зато PEMER Зато полвата И вполне себе уже, знаешь И не детская становится Так что же, обратите внимание Ну давайте открою Я показывал такие станции Они под разными брендами А вот тут бренды RATIVIS Я, по-моему, такие как раз-таки Тестировал Детские-детские А в полвата дают Все нормально PEMER Давят Антенна, конечно, так себе Ну, в принципе, почему бы нет Почему бы нет Вполне себе хватает Вот некоторые розовые Даже можно из России Видимо, на складе лежат Ну и желтые Самый оптимальный вариант Вот если думаете Взять какую-то рацию За грибами ходить Или на рыбалке Вот один на одном Бережку Второй На противоположном, да Бережку Ну, Боуфенг брать Как-то Дороговато Там же не так часто Еще и общаешься Там, что поймал Да не поймал Да, там, ну и так Иногда что-нибудь спросить А вот такие вот Вполне Неплохой вариант, да То есть Тут, получается, две штуки Практически за цену Боуфенга Да, то есть Ну, вот 925 рублей И именно берите желтые Если вы куда-то берете на природу Берите желтые Вот ни в коем случае Там, ни черные Ни камуфляжные Потому что Я вообще так вздыхаю Тяжко Потому что столько Столько случаев этих Постоянно Когда рации Просто теряют Уронили, потеряли Желтую Вы точно не потеряете Что еще здесь Интересного есть Есть вот такие Боуфенги Две штуки И кто-то скажет А может лучше такие взять Чем те Ну, тоже делал я Видео по этим рациям Опять же Ну, вы знаете Это Вот эти Брать смысл есть Только если вы действительно Будете что-то прошивать И заморачиваться Обычно Как это происходит Человек такой думает Возьму я получше А потом уже Его прошью И заморочусь Да Ну, а на деле Оказывается так Что он как взял Из коробки Так и пользуется Так что лучше Если из коробки То берите вот это Потому что Ну, если уж Заморачиваться То заморачиваться Покрупно Вот тут тоже Интересное Что такое Ну, цена Конечно Не совсем интересно Что это у нас такое Так Ну, это те две мини И мобильная рация Портативная И что за станция Это что Типа базовая станция Автомобильная Еще В комплекте К ним идет Ну, что-то дорого Короче Не знаю А, это репитер Типа Здрасте Здрасте репитер Типа того Что-то я не пойму Что это такое ТХАХ Ну, тип того Похоже Что Интересно Интересно Что за китайская промышленность Я такого не видел А, все Это не репитер даже Это вот сюда Подключать И Ой, блин Господи Это вообще шляпа Не, вот это шляпа Вот эту бы я не стал брать Вот эту шляпу Я бы брать не стал Знаешь За пять кусков Можно взять Автомобильную Радиостанцию С которой будет Нормально работать И не надо Вот этого всякого Извиняюсь Говножопия Да Устраивать Не Вот это Вот это шляпа Вот это тоже, кстати, шляпа Которая за двадцатку Ну, ладно Давайте посмотрим Что дальше Так Что бы еще мне Что мне еще бы понравилось Так вот Ну, так себе Вот это вот То же самое Вот это, что вы видите В принципе, то же самое Что и вот это Да, только в другом корпусе Ну, может антенна чуть лучше Но, скорее всего, нет Тут она может Визуально и больше быть Но внутри будет Та же самая пружинка Что и здесь Ну, дисплей может Чуть-чуть другой Так, все, мелочи Мелочи Так, вот Влагозащищенная Водонепроницаемая Бла-бла-бла Ну, сейчас много Водонепроницаемых Радиостанций Делает Китай Некоторые я проверял И тестировал Можете посмотреть у меня На канале В соответствующем Плейлисте Ну, в принципе Там даже не важно По большому счету Ну, бауфэнк и бауфэнк Единственное, тут, скорее всего, минус Что Разъем Ну, вот я уже вижу Что он какой-то Не совсем может быть Стандартный Есть тут картиночка Или нет С разъемом Если картиночки нет Ну, конечно, да Кто-то ездит на джипах Кто-то покупает рацию За 20 долларов Там за 50 Нет Давайте в отзывах Посмотрим Может, тут Картиночку сфоткали О, боже Как этот разъем Ущербно выглядит Он просто гигантский Во-первых Эээ Ну, бауфэнк Он есть бауфэнк Все то же самое Короче, не знаю Ну, про влагозащищенные Я говорил уже Ну, тут еще и как-то 67% Отзывов Хотя, тут это мало Влияет На Алиэкспресс Потому что Есть защита покупателей И она, в принципе, работает Ладно Оставим ее Но Я бы так особо внимания Не обратил Ну, цена, в принципе, так Все Влагозащищенные Вот мне очень нравятся Это Пуксинги Они очень даже Неплохие О, ты смотри Какое-то Какое-то чудо Чудо на двойку Просто смотри Вот это да Давайте посмотрим Я ее не видел Такую никогда Че это такое? Ну, прям смотри Рендер тут Просто великолепный Рендер Она прям На рендере Выглядит как Серьезная Профессиональная Станция Такой рендер Прям офигенный А вот в жизни Вот так выглядит Да То есть рендер Жизнь Рендер Жизнь Вот на рендере Все гораздо лучше Выглядит Чем В жизни И что это Абре Абри Умеет Че она умеет Ну, вот тут Прям дисплей То, что Завлекательный Завлекательный Дисплей GPS Нафиг не нужен В принципе Ну, лично мне Например, да То, что там Координаты Все прочее Это все Шляпа Ну, тут рендер 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 Даже рендер В разборе Что редко Обычно Китайцы Не рисуют Рендер В разборе Ну Тру-ту-ту Тру-ту-ту Так бы Ну, блин Ну, алюминиевое шасси Все дела Так бы Посмотреть Конечно, в деле Но цена Чутка Чутка Завышена И нет ни одного Фото С дисплеем Вот сейчас Может быть В отзывах Есть фото С дисплеем Но тут Только все Радуются Что это Хорошая станция Вот Никто Не сфоткал Дисплей Да Похоже Что Так Можно тут Одна всего лишь С фотографией Ну, не знаю Ну, такое себе Вот тут Он, может, у следующего Продавца Или это Этот же самый Этот же самый Да Только Продает ее С наборами Ну, а тут А тут просто она А тут Набор, да Можно получить Кабель А, о Нормально Тут хотя бы разъем Человеческий Ну, тот, что у большинства Можно получить Короче, в комплекте Что-нибудь Такое Что-нибудь Такое Этакое Ну, а трендер Очень красивый Посмотреть бы, как она Вживую Ну, что-то О, 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 подожди Вот там, по-моему, есть Картинка Вживую USA Да, вживую Как всегда Это выглядит Ну, что тут Что тут у него Выставлено Я не пойму Какие-то GPS, что ли Эти Координаты Вживую Как всегда Выглядит Иначе Ну, хоть одна Картиночка Ну, так Тут, не знаю Интересно Интересно Такую пощупать В руках Было Покупать Ну, покупать Я бы, наверное, отсюда Посмотрел Ну, 400 Дороговато Так себе Ладно Ладно Смотрим дальше Такую ты сходу-то Не купишь Даже если она Стоит 5600 А тут 400 Распродажа Ну, хотя Может, кто-то И купит С другой стороны Надо ли оно Надо ли оно Все вот это За такие деньги Уже можно Бэушное что-то взять Так-то Если Так, ну и что У нас дальше Бофенги Бофенги Радионяня Вот Классная вещь Тоже Полезная Так Две штуки KIDC1 Ну, такие мы уже Посмотрели Примерно Это все Опять Опять 25 Ну, в общем Дальше все по кругу идет Собственно Износимых Таких-то станций Вот разве что Вот Xiaomi есть Вот это вот Интересно Было бы Было бы вообще Интересно Если бы Вот эта цена Была Ну, вот это Две Две восемьсот Это было бы за две рации Но оно понятно Что за одну Очень качественное К слову Это Это не отнять Xiaomi Делает Хорошие Рации Ну, вот эти Те, что я трогал Во всяком случае Те, что у меня Обзоры есть на канале Мне они очень сильно Понравились И Из всех Китайских Станций Именно В плане удобства Дизайн Управления Там Вот это вот Все Вместе Очень-очень Хорошо Очень хорошо Получается У Xiaomi Все это Завернуть В такой вот Такую вот Обверточку Так что Да Да Вот на это На это можно обратить Да Если Я не знаю Сколько они до этого были Я просто не помню Но если сейчас На них действительно Скидка 22% То это неплохой вариант Ну, в белом цвете Либо в черном Как бы они очень Дружелюбно выглядят Не привлекают Никакого внимания При этом Прекрасны Ну Ладно Это Это забавно Так О, смотрите Какой миниатюрный Мобильно-базовый Трансивер Что заглянем Посмотрим Что там за шляпа Что там за шляпа И что тут За шляпу-то хотят 3200 Да Ну, практически Как за Xiaomi Да Ну, а тут целая Вон какая Ох Два диапазона О, название Бао-джио Какое-то Я неправильно Просчитал, скорее всего Да неважно Она такая Она маленькая Маленькая, значит Греется Хорошо А может там Греться нечему Ха-ха Так Что в Тут Что в В комплекте Да, это Программирование Кобелек Они могут положить Могут положить Вот такой наборчик С антенкой Сразу Вот смотрите Вот вам автомобильный Наборчик Вот Штатная длина антенны Не знаю Сколько там Метров Ну, должно хватить В принципе Антенка какая-то Так себе И крепление Всяких этих там Антенок Видимо На На ваш транспорт Вот тоже Тут уже другое Крепление Какое-то Используется Ну, короче Короче Вот Можно такое Крепление Можно такое Там сами Цена не меняется А, не Меняется Наверное Кабель Кабель другой Вот Но все равно Шляпа Ну, так-то вот Набор юного Радиолюбителя БП Любителя Автомобиля Для зомби-апокалипсиса Вполне себе готовы Да, то есть Особых знаний Не надо Прикрутил Поставил Прошил Нужные тебе частоты Ездишь Разговариваешь Счастливый Весь такой Классно Да, автомобиль подготовил Ну, это все-таки Удобная вещь Да, то есть В автомобиле у тебя У КВ радиостанция А там Приехал на рыбалочку В лес отдохнуть Там За грибами Ягодами Вот у тебя в автомобиле Мобильно-базовая антенна Ну, все-таки Мощность побольше И антенна-то побольше И принимает лучше Чем какая-нибудь Носимая китайская Станция Со штатной антенной И вот ты со своего Автомобильчика Всем, значит Кричишь Так, все Обед Всем Сбор у лагеря И все приходят Там Кто-то ничего Вообще Не поймал Кто-то Кто-то Каких-то Странных грибов Нашел вместо съедобных И ты такой Смотришь Говоришь Да Молодцы, ребята Вот Так что да Ну, тут Таких вариантов Сейчас много В Китае Очень-очень Как бы Они все в районе 100 баксов Со всем Оборудованием Обходятся Ну, опять же Да, то есть Это все Очень средненько По-хорошему Да, если делать Прям идеально Все же хотят Идеально Но задешево Так не бывает Если думать о том Что делать идеально Все прокладывать То там один кабель На один кабель уйдет У тебя 100 долларов Как минимум А тут вот целый Целый комплект Да, таких много комплектов Ну, ничего прикольно Тут, во всяком случае Экранчик такой Большой Большой С китайскими Мероглифами Даже может отображать Ну, ничего Так пойдет Хотя внутри Наверное, шляпа полная Тут внутри Наверное, не покажет Ой, очень маленькая Вы можете посмотреть По разъему Да, то есть Она прям реально На ладошке И вмещается То есть По сути Это такая Взяли обычную Носимую рацию Увеличили мощность Там добавили охлаждение И все И вот вам получилось Мобильно-базовое Ну, экран чуть побольше Воткнули А может и такой же экран Как и на обычной Как бы Рации Там Димерошной Только его развернули Вбок Ну, что очень Миниатюрное Ладно Посмотрели О, вот это прям Шедевр Я помню Такие когда-то Где-то Были У кого-то Шедевр Так О, какой интересный Дизайн у Бауфенга Давайте посмотрим Смотрите Вот тут мне нравится Дизайн Дизайн это очень важно Вы скажете Да к черту дизайн Главное функционал Я с вами соглашусь Для кого-то да И О, это правильно Мало денег Берешь У Какое-нибудь Уродливое Дерьмо Но оно кое-как Работает А вот Много денег Берешь Дерьмо Покрасивее Вот например Вот здесь Вот я таки не видал Смотри Выглядит прям Очень хорошо Неужели Бауфенг Смог в дизайн Либо они для кого-то Это делали И такие рации Встречаются под другими Брендами Что тоже возможно Но это мне очень нравится Вот я могу сказать Что это мне очень нравится 3123 Да Он стоит С евроштекером Не важно Какой штекер За две штуки За две штуки 3123 Нормально Нормально Сейчас посмотрим Что внутри Там Я вижу там отсек А туда что батарейки Или там Свой аккумулятор Потому что Я там еще вижу USB шнур Функция зарядки Через USB есть А какой аккумулятор Не написано Не написано Так Две батареи А что за батареи Там либо нокиовские Либо какие-то Свои собственные Если там есть возможность Ставить еще Обычные аккумуляторы Или батарейки То это будет круто Если нет То конечно Ну да Вот на рендерах Все гораздо приятнее Так то Ну так то она выглядит Немножечко Как будто бы Ну ладно Ну да Рендер Вот да Китайцы научились Сделать рендеры Давайте вот это вот Возьмем во внимание Ну либо заказывают Где-то очень Очень хорошие Потому что у них раньше Всегда с пропорциями Беда была какая-то Аккумулятор какой Никто нигде не написал Никто нигде не показал Ну прикольно В принципе Дисплей Главное Вот это тот Что на рендере Дисплей Он просто прекрасен Но китайцы Скорее всего Дешевые Ставят дисплей Они так не выглядят Замечательно О функция фонарика Да вы смотрите Прям вообще Ну ладно Прикольно Мне почему-то Взгляд зацепился За дизайн Вот видите Как Это играет роль Это играет роль Это играет роль Ну Тут уж говорить Нечего Да Это просто шедевр 9800 Это копия Яски Китайская Такая вот От компании Тит Вполне себе Приличная модель Я про нее делал видео Многие взяли После моих видео Рады Счастливы Довольны По сути Это Наверное Самая такая Бюджетная Если Ну вот Новая Бюджетная Радиостанция Только берите Сразу с кабелем Для программирования Вот Дороже чуток Но лучше с кабелем Ну вот Насчет антенны Брать или не брать Это дело такое Десятое А вот С кабелем Это точно Брать Чтобы отдельно Не искать Потом Не бегать Станция Хорошая Как я и сказал И не договорил Что она Самая Наверное Дешевая Станция Из новых Что можно купить И Причем Она много диапазонная То есть Тут у тебя Систем Би Есть И 50 Пожалуйста 144 430 То есть Четыре диапазона В трех Из которых Ты сможешь Работать Пожалуйста Это Приятно Ну а В четвертом Может Ты и будешь Работать Может не будешь Но скорее всего Нет Вполне себе Приятная Многофункциональная Радейка Да Ну тут уже Наверное Версия Гораздо Новее Потому что Там раньше Первые версии У них были Те еще А потом Версии стали Лучше 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 Я думаю Что здесь Все прекрасно Прекраснейшая вещь У меня тоже Такая станция Обожаю Люблю Великолепная Классная штука Вот Ну наверное По рациям Можно и Закрыть Что Ну дальше То что Дальше Шляпы Шляпы Цветной дисплей Обычно выглядит Как говно На китайских Рациях Вот это Не исключение Ну это Любая станция Китайская С цветным дисплеем Там очень Низкого качества Дисплей Используется Вот Как всегда Как всегда Много чего хотят Делают дизайн Делают экран Больше Чтобы Походить На своих Зарубежных Собратьев Смотрите Филипс Давайте вот на нем Остановимся Потому что Здесь все Все одно и то же Практически Только разные Корпуса Разные Корпуса Филипс Оооо На китайском Ууу Выглядят Странно Я бы сказал Они очень Маленькие во-первых. Вот эти металлические кнопки, конечно... Такое ощущение вот наподобие дизайна я встречал на японских радиостанциях. Ну, те, которые навряд ли вы где-то увидите. Там у них очень странный дизайн вообще радиостанция. Не те, что там Ясу какие-нибудь или Айкомы, а вот наподобие вот как вот этот Philips. Там очень могут быть странного вида рации. Ну, не знаю. Две штуки за 8 тысяч рублей. Просто потому, что Philips. Так, а что за диапазон? В чем он работает? Так оно еще и вот что. Так оно еще и в таком диапазоне, что нам и не подходит. Ну, так. Ладно, посмотрите. Вы в разных странах живете. Может, кому-то заинтересуется. Ну, реально вот не весь дизайн, но какой-то часть дизайна мне напоминает японские радиостанции, наверное, 90-х годов носимые некоторые. Они были очень странного вида. Но здесь видно, что части какой-то Китая, SD-карта там. Тут видите, SD-карта уже есть. Вот в какой у вас рации есть как бы SD-карта? Я думаю, что мало в какой. Вот. Ну, что? Все, наверное, по рациям можно заканчивать. Там долго можно листать еще. Глянем, что еще вообще тут за распродажа. Что тут за распродажа? Что тут нам рекомендуют? Вот я хочу себе браслет Xiaomi-шный. Прям вот очень сильно. А меня куда-то тут скинуло? Куда-то пытается загрузиться. Что-то... Вот так вот захочешь браслет, да, купить? А тебе два часа загружается. Наверное, какая-то суперпрограмма. О! А вот и браслет сразу первый. О! Батарейки! Сейчас батарейки посмотрим тоже. Так. Вот. Браслет. Ох ты, прекрасно. Вот такой я хочу. Ну, денег нет, но вы держитесь. Вот такой мне хочется браслет и длинный длинный ремешок к нему какой-то придумать, чтобы было. А тут прям выбор прям, смотри, вообще. И хочешь себе дополнительный ремешок? Хочешь себе пленочку на экран? Хочешь, я не знаю, что еще, дополнительный зарядник, что ли? Он же и так в комплекте идет. Ну, короче, что хочешь. Вот это да. Global Version. Так. Российская Федерация. Две тысячи рублей сто тридцать шесть. Вот это да. Ну, тут и все купили. Просто все, кто мог, все купили. Да, прикольно. Электронный замок. А, это насос. Замок хотел сказать. Это насос. Тоже прикольная штучка. Там велики накачивать. Если я не ошибаюсь. Ну, да, да, да. Такой замок хотел сказать. По-моему, и замки Xiaomi делал. Что только не делать, короче. Вот такой вот маленький насос на литиевом аккумуляторе. Раньше мы вручную качали, да, из-под велосипеда вытаскивали и там пыхтели. Теперь ты качай там, да. Вот сейчас вот пожалуйста. Накачал. Накачал скат на электровелосипеде все от лития и уехал. Прикольная штука. Что ты скажешь? Батареечка, литокал. Вот кто-то мне спрашивал, типа, стоит брать или не стоит. А стоит брать? Ну, вы же смотрите, чьи банки внутри. Что тут? Что тут они обещают? Написать-то они могут, что это литокал. Ну, судя по банкам, это Panasonic. Вот они в своем заряднике даже это все проверяют. Молодцы. Ну, вот тут куча отзывов. Ну, вот народ берет, радуется. Не, нормально. Это можно брать вполне себе. Я не могу сказать, что это что-то плохое. Сейчас они вот брондируются, пожалуйста. Вот тебе вот те LG-шики, про которые я рассказывал. Может, у них там 40 годности лежат, может, долго отсюда такая цена. Хотя, с другой стороны, ничего бы они лежали, разлетаются, как пирожки. Вот эта вещь на 3000 мА, тут прям высокотоковые аккумуляторы хорошие, мне такие нравятся. Ну, вот это тоже куда-нибудь в какой-нибудь девайс на 3400. Почему бы нет? Не так много ампер, зато емкость побольше. Вполне себе приличный, приличный вариант. Вот. Пожалуйста. Ха! Да, началось все с браслета. Вот так вот попадаешь и пошло-поехал. хотя подождите, раз мы уж тут вот находимся, наверняка, вот видите, это официальный магазин, можно посмотреть на зарядки литокаловские, потому что у них там много всякого выходило. Это шляпа, шляпа, шляпа. Сейчас вам покажу самое эффективное зарядка, цена-качество от литокала. по-моему, я пролистал уже, да? Наверное. А, так вот она, тут несколько раз встречается. Вот, вот, это же одна и та же, да? Ну, давайте вот здесь откроем. Вот она, литокала, ли 500. Вот это вот самая дешевая зарядка для лития и никеля. Вот это просто стандартный комплект, меньше 1000 рублей. А, это без блока питания, да нет, 40. Такое счастье. Вот, с блоком питания 1100. Вот зараза, вот зараза, 1100, 1100. А была 15 долларов. Вот это, наверное, так и есть 15 долларов, да, господи. Ну, плюс-минус. Ну, тут они обманывают, что она 2000 стоит. Это, мне кажется, так себе. Шляпа та еще. Ну, короче, вот этот набор, вот этого вполне себе хватает, чтобы заряжать никель, литий, особо не парится, дешево, сердито и работает. Плюсов здесь, конечно, не так уж много, кроме того, что она дешево, сердито работает, и у меня очень долго она работает, я ей пользуюсь. Ну, постоянно, то есть она у меня как бы на постоянной основе, что уже говорит о том, что меня устраивает качество, меня устраивает вот это все. Так что, вот обратите внимание, это для непритязательных, кому нужно просто заряжать какие-то показометры, чтобы были на экране, вот эту вот зарядку обратите внимание. Вот. Ну, и что тут еще хорошего? Много, конечно, чего хорошего, но давайте это оставим. На следующий раз, если понравится такая тематика, вы напишите в комментариях. Вот. Но это сегодня, потому что вы просили, говорите, а что ты будешь 11 брать? На стримах говорили, вот, решили, что неплохо было, чтобы я сделал видео. Вот я делаю видео 11-го, сегодня же его выложу, и не переживайте, вы все равно успеете на все эти скидки, они там два дня будут длиться или сколько. А кто, а кто посмотрит после всех этих скидок, как раз таки сможет цену посравнивать. Ну, конечно, через год, наверное, цены изменятся, в рублях изменятся, в долларах навряд ли изменятся, вот если в долларах тут было бы написано, то оно бы не сильно изменилось, а в рублях может и измениться. Вот такая вот историческая будет, историческая справка для потомков, для поколений. Вот. Ну, а я себе вот такую штуку как-нибудь все-таки надеюсь, что куплю, а то я так буду долго на нее копить, что пятая версия выйдет, потом шестая, ну, как обычно это и бывает. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо за внимание, ваши большие пальцы вверх, ваши комментарии, понравилось или нет такой формат, потому что делал, еще раз говорю, по запросу на стримах людей, которые спрашивали, что я буду покупать, вот я решил сделать вот как-то так, как сделал. Может быть, периодически стоит что-то такое выпускать, не знаю, вы напишите, напишите, в общем. Ну, и, наверное, оставлю ссылочки на это все, чтобы вы не искали для самых ленивых, остальные и так найдут в поиске, я думаю, без проблем. До скорых встреч, ваши лайки, ваши комментарии, приходите на Patreon, на лайв-канал подпишись, кстати, да, вот обязательно, вот что угодно сделай, но на лайв-канал обязательно подпишись, ссылки в описании, разворачивайте, читайте, там важные новости на лайв-канале, кстати, вот, ну, на момент выпуска этого видео, а не тогда, когда ты его через год посмотришь или меньше там. Все, покедово. Удачи, хороших покупок, настроения, радуйте себя, радуйте близких, с наступающим Новым Годом. Субтитры сделал DimaTorzok